Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре новинка от компании Infinix, один из самых навороченных телефонов этого бренда, модель, которая называется Note 30 Pro. Звук разработан совместно с компанией JBL, памяти 256 гигабайт внутренней и 8 гигабайт оперативной, но плюс еще 8 расширяемой и в сумме получается аж 16 гигабайт. Также здесь быстрая зарядка 68 ватт, но в общем-то характеристики довольно неплохие. Значит, что у нас здесь еще? 108 мегапикселей камера, 120 герц экран, процессор Helio G99 и двойной динамик, 5000 аккумулятор, Android 13, 32 фронталка. Ну в общем, ребята, это реально по сути очень хороший по характеристикам телефон. Давайте на него посмотрим поближе. Итак, вот такая вот здесь пленочка. Достаем сам телефон. Телефон у меня... Посмотрите, в каком цвете. Как его можно вообще описать? Что это за цвет? Желтый, фиолетовый, солнечный. Что это за цвет? Я не знаю, где у них есть тут хотя бы... А, Variable Gold. Этот цвет называется Variable Gold. То есть это какой-то вариативный золотой, наверное. Ну потому что он под разными углами, по-разному светится. Короче, классный цвет. Убираем вот эти наклейки. Так, наклейка номер один. Наклейка номер два. Блок камер. Блок камер, состоящий из трех модулей и вспышки из четырех светодиодов. Блок камер. Главное из них на 108 мегапикселей. Дизайн, конечно, красивый. Мне нравится это покрытие. Боковина здесь глянцевая. Глянцевая, золотистого цвета. Справа кнопка включения, качелька громкости. В кнопке включения сканер. Вверху есть информация о том, что здесь звук JBL. Это, как я понимаю, второй динамик, потому что здесь стереозвук. Блок камер, конечно, выступает из корпуса. Но сами модули уже не торчат. Они, наоборот, чуть-чуть утоплены в этот корпус. Где-то на миллиметр или два. С этой стороны у нас сим-лоток. И внизу разъем для наушников, разъем для зарядки, микрофон и динамик. Вот он, динамик, это микрофон. Так, ну, дизайн прикольный. Infinix, логотип внизу. Матовая поверхность. Так, давайте посмотрим, что идет в комплекте. Документики, скрепка, чтобы сим-лоток вскрыть. Здесь у нас... Ух ты, а это не силиконовый чехол, как обычно. Это пластиковый бампер. Вот такой вот пластиковый бампер. Телефон в него вставляется. Защелкивается вот таким вот образом. И все. Такое вот защитное покрытие получается. Внизу получается все открыто. И вверху тоже. Ну, неплохо. Пластиковые бамперы редко встречаются с телефонами. В основном все кладут силиконовые прозрачные чехлы. Они даже на этом бампере, посмотрите, налепили логотип JBL. Ну, я думаю, с JBL они действительно хорошо сотрудничают. Тут везде эти напоминания. На коробке, на самом телефоне логотип JBL. Еще и на чехле JBL. Ну, это чтобы уж точно вы не забыли, кто здесь сотрудничает. Какой здесь звук, да? Чтобы вы уж точно знали и всем хвастались, что у вас звук на телефоне Infinix от компании JBL. Чехол, знаете, вот этот пластиковый. Я его нацепить-то нацепил, а вот вытащить телефон из него я уже не могу так легко. Он так крепко цепляется, я боюсь его просто сломать. Надо как-то его вытаскивать, но он реально не вытаскивается. Блин, сейчас придется больше силы приложить, чтобы как-то его телефон вытащить. Фу, наконец-то вытащил кое-как. Смотрите, на экране здесь еще наклеена защитная пленка с завода. Также здесь идет стеклышко. Стеклышко, посмотрите, это 3D-стекло, то есть с рамкой. Стекло с рамкой, ну и с комплектом специальным для поклейки. Там пленочки, то есть уже идет... Не пленочки, а эти, как их? Салфеточки. То есть уже идет стекло в комплекте и пленка на экране. Также вот она зарядочка 68 Вт. Быстрая кабель USB Type-C и наушники с выходом 3,5 или USB-C. Так, выход 3,5 миллиметра. То есть и вот такие вот хорошие наушники-вкладыши. Наушники-вкладыши. То есть, по сути, это самый, наверное, лучший комплект, который только можно получить. Вдумайтесь только. Есть бампер пластиковый. Это уже защита задней крышки от царапин, от ударов, от всего. Второй момент. Есть пленка на экране. Уже наклеенная. Хорошо. Третье. Есть дополнительное стекло с рамкой. 3D-стекло. Есть быстрая зарядка 68 Вт. Реально быстрая. Кабель для зарядки. Еще и наушники проводные. Но я уже не знаю, что еще могли они сюда положить. Ну и, естественно, скрепочка, чтобы открыть сим-лоток. Все есть. Все, что нужно телефону. Ну, могли бы еще сюда флешку положить. Но это уж было бы слишком жирно, если бы они еще сюда флешку, микро-SD-шку кинули. Так. Это можно пока все убирать. Ну, действительно, ребята, классный комплект поставки. Я думаю, вы это тоже признаете. Все, что нужно, все имеется. Так. Ну, а теперь давайте перейдем к телефону. Посмотрим, что здесь за сим-лоток. Открываю сим-лоток. Есть уплотнительная резинка. И сим-лоток здесь на две сим-карты. И флешку еще можно поставить. Ну, просто отлично. Тройной лоток, но не классическое расположение. Где 1.1 плюс флешка. А здесь двухсторонний лоток. С этой стороны две симки. 1.2 подписано. Самые маленькие симки нано. Переворачиваем. Здесь микро-SD флешечка помещается. Отлично. Просто отлично. Супер-универсальный смартфон. Можно флешку поставить. Ну что, включаю. Зажимаю кнопку питания. И жду, когда телефон запустится. Infinix. Powered by Android. Началась подгрузка. Итак, ну что ж. Все. Телефон запустился. И здесь мы видим огромный экран. 6,67 дюймов. Full HD+. С частотой обновления 120 Гц. Сканер находится в кнопке питания. Я поставил такую вот заставочку красивую. Да, анимированную. Посмотрите. Бам. Вылетают как какие-то фигуры. Вот. Дальше. Вот такой рабочий стол. Вверху фронталка. Внизу очень маленький подбородок. Три сенсорных кнопки для управления телефоном. И вот такая вот квадратная, квадратная, прямоугольная форма, да. Прямоугольная форма. Такой типичный современный телефон 2023 года. Телефон работает на XOS версии 13 и на версии 13 андроида. Экран здесь AMOLED. В настройках можно поставить темную тему, поменять яркость, уровень яркости. Можно даже поставить режим повышенной яркости. Телефон делает яркость еще выше. Дальше. Тайм-аут экрана поменять. Я поставлю 10 минут. Частоту обновления автоматически 90, 60, либо 120. Три режима регулировки есть. Защита зрения, конечно, присутствует. Также есть регулировка цветовой палитры. Более теплая, более холодная. Можно поставить еще яркие цвета. Яркие цвета дают более насыщенную цветопередачу. Да. Они такие более ядовитые, кислотные становятся. Вот. Ультра-тач. Это то есть, чтобы быстрее сенсор работал. Режим в кармане. Так. Ну и, собственно говоря, все. Строка состояния. Можно поставить, убрать здесь скорость интернета, уровень заряда можно убрать, можно все уведомления скрыть. В общем, тоже, как вам больше нравится. Сканер в кнопке питания и разблокировка по лицу. Работает все четко, плавно, стабильно. Итак, по железу. Заходим в AIDA64. Видим, здесь у нас стоит процессор Helio G99. Сверхпопулярный процессор. 6 нанометров, 8 ядер. Два из них мощных А76 ядра с частотой 2,2 ГГц. 6 энергоэффективных Cortex-A55 с частотой ровно 2 ГГц. Нет поддержки 5G, зато есть 3G, 4G. Вообще без проблем, все летает, все нормально. Видео ядро Mali, G57, MC2. И по памяти 256 встроенной и 8 гигов оперативы. Зайдем сейчас в NFC. NFC-модуль здесь есть. Бесконтактная оплата будет работать. Мультитач поддерживает 10 одновременных нажатий. Без проблем, все четко. Дальше. Скорость памяти здесь соответствует стандарту UFS 2.2. На чтение 658 МБ в секунду. На запись 390. Бенчмарк Antutu. Здесь у нас почти 400 379 850. Во время теста телефон у меня вообще почти не нагрелся. 29 градусов как был, так и остался. На 3% сел аккумулятор. Вот. Показатели хорошие. Ну и тест на троттлинг. 15 минут. И как вы видите, троттлинга нет. График как был зеленый, так и остается. Вот он стартовал примерно с 90-100% и закончил примерно на этом же уровне. То есть производительность не падает. Ну вот моментами здесь падает где-то на 10%, но потом опять возвращается. Ну а вот PUBG на высоких настройках графики. Да, конечно, сложно назвать этот телефон прям 100% игровым, но все-таки процессор здесь довольно неплохой. Почти 400 тысяч в Antutu. Почти аналог Snapdragon 695. Неплохой результат для Mediatek. Это такой середнячок, крепенький середнячок, который может потянуть игрушки. Вот я сейчас играю на высоких настройках в PUBG. Все отлично идет. Не лагает, не тормозит. 120 Гц экрана, много оперативки, много внутренней памяти. То есть много игр можно поставить. Все влезет. Так, началась стрельба, но я не вижу, кто в кого стреляет. Где-то здесь сейчас бегал человечек. Бегу, бегу, бегу. Кто-то здесь был. Ребята, мне кажется, сейчас капец кому-то. Сейчас либо мне капец, либо кому-то еще. Я видел, кто-то там был. Вот там сейчас полный жесть творится. Ай, блин, он меня обхитрил. Он меня, короче, с другой стороны обошел. Я, блин, сюда хотел. Эй, чувак, может кто-то мне поможет? Нет? Блин, он загасил того чувака. Может мне кто-то поможет? А, все. Так, ну что, теперь давайте поговорим о камерах. Главная камера здесь на 108 мегапикселей. Это круто, конечно. И фронтальная камера на 32 мегапикселя. Тоже неплохо. Дополнительные две камеры по 2 мегапикселя. Это задние камеры. То есть это две такие, ну, камеры макрообъектив и для портретов. По 2 мегапикселя всего ширика, к сожалению, здесь нет. Но зато главная камера очень навороченная. 108 мегапикселей. Должна хорошо фотать при... Ну, очень хорошо должна улавливать все детали. Сейчас я сделаю пару снимков в режиме 108 мегапикселей. Все должно быть просто идеально. Так, вот такой вот снимочек 108. Но здесь фокус почему-то не поймал телефон. Надо еще перефотать. Еще разок. Итак, вот. Вот что у меня получилось. 108 мегапикселей. Кстати, неплохой снимок, кстати. И дает приблизить очень сильно. Посмотрите, прям вообще идеально дает приблизить. Так, 108 мегапикселей. Такой снимок у меня получился. Очень хорошо передал цвет кожи. Прям естественно, естественно получилось. Так, снимок следующий. Это баллон далеко, который стоит. О, ну здесь, да. Здесь вот уже плоховато. Здесь вот уже фиговенько. Все пиксельное. Да, здесь уже не видно ничего, что написано на баллоне. Давайте попробуем. Может, более близкие какие-то объекты. Так. Так, текст мелкий на коробке. Он определяет сразу, что фотографирую. И пишет. Так, подгружается. Ну да, здесь вот, в принципе, текст даже самый мелкий. Можно прочитать на небольшом расстоянии. Дальше. Видосы. Видосы записывает в 2К. Есть еще запись Full HD 60 кадров. Плавная съемка. Есть дополнительная электронная стабилизация. Но при этом качество съемки должно быть только Full HD 30 кадров. Видите, автоматически переключается. Например, я 60 кадров включил. Хочу стабилизацию. А он мне обратно перекидывает на 30 кадров. Так что это только в определенном режиме работает. Вон как. Так, дальше фронтальная камера снимает 2К. И тоже со стабилизацией Full HD 30 кадров в секунду. Причем режет угол. Если брать без стабилизации, видите, какой угол обзора со стабилизацией. Угол обзора меньше. Кропается картинка. Но Full HD 60 кадров на фронталку нет. Есть 2К 30 кадров. Вот. 60 кадров на фронталку нет. Ладно, давайте сделаем фотку на фронталку. 32 мегапикселя. Вот такая вот фоточка выходит. Ну, тоже неплохо. Очень качественная фронталка здесь установлена. Большая, крупная. Хорошо показывает детали. Мелкие. Да, вот задняя и основная камера здесь крутые, конечно. Но нет ширика. Максимальный зум. Цифровой 10-кратный. Ширика нет. Есть режим пленки. Можно создать разные видеоклипы. Обычный режим видео. Камера с искусственным интеллектом. Режим красоты. Портретный режим с размытием заднего фона. Работает. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, все работает. Вот я сам себя сейчас сфотал. Задний фон размыт. Так, режим Super Night. Ночной режим. Ночной режим Super Night. Смотрите, вроде нормально все делает. Но слишком неестественно получился вот эта часть кадра, где трава растет. Здесь все размыто, как акварелью нарисовано просто. Все просто он сделал, как заретушировал все слишком сильно. Посмотрите, как это выглядит. Как ковер какой-то. Не знаю. Не похоже на реальную картину. И вот здесь тоже. Как будто фотографию сжали до 20 килобайт. И она вот такая вот вся сжатая, пережатая. Деталей вообще нет. Почему-то он слишком это смазал. Хотя вот эта часть, здесь машины стоят вроде более-менее четко. Но вот эту вот травку, он почему-то вообще все перемазал. Конкретно прям перемазал. Как будто это даже, знаете, скопировали с какого-то другого снимка и вставили сюда. Потому что дом нормально сделал. Вот эту часть нормально сделал. А вот тут начинается уже какой-то смаз дикий. Машины нормально в целом силуэты видны. А вот здесь просто какая-то часть вообще дико смазанная. Не знаю, почему так работает. Но алгоритмы какие-то здесь странноватые. Может быть, прошивка еще поправят. Но так в целом фотка смотрится довольно светлой. Все видно. Ну, за исключением вот этой вот проблемы с нижней частью снимка. Где все просто какое-то нереально замазанное. Вот. Как ковер, я не знаю. Или как гуашью нарисовали какая-то картинка. Так что камеры в целом, в целом нормальные. Нормальные. Они впечатляют своими большими цифрами. 108, 32. И в целом можно на них получить хороший кадр. Так что, ребята. Но плохо, что нет ширика. И нет оптостаба. Оптического стаба здесь. Подождите. Или есть? Ну-ка. Нет, нету, похоже. Зато здесь есть двойная вспышка. Как это компания Infinix любит делать. На других телефонах есть вспышка и спереди, и сзади. Вы можете сразу два фонарика активировать. То есть вы заходите вот сюда в фонарик. Вы можете включить заднюю вспышку. Вы можете отдельно включить вспышку фронтальную. Или вы можете включить сразу две вспышки. Два фонарика. Круто. Видосы с YouTube можно смотреть в Full HD 60 кадров в секунду. Вот сейчас он должен их... О, все. Видос пошел в 60 кадров. То есть плавно все идет. Все поддерживается. Можно сразу вот такой вот зум сделать на YouTube. Во весь экран растянуть ролик. То есть вот как раз для видеоконтента телефон идеально подходит. Вот так вот взял его в руку. Даже можно одной рукой держать. Рамки не мешают, не отвлекают. Вот эта дырочка небольшая тоже особо внимания не отвлекает. То есть сидишь просто, смотришь какие-то сериалы, какой-то шоу, ролик. И все нормально. Теперь давайте проверим звук. Так они сильно пиарили этот JBL. Давайте посмотрим, какой здесь звук. Итак, в настройках звука и вибрации что можно сделать? Ну, поменять громкость рингтона. Поменять сами рингтоны. Там поменять звук уведомления. Включить или выключить звук DTS. Давайте мы сделаем, чтобы он был у нас умный. Да, пускай будет умный режим DTS. Вибрацию можно включить, выключить. Ну и расширенные настройки есть. Можно включить звуки клавиш, блокировки экрана, разблокировки экрана. Ну, то есть самое такое примитивное. Все здесь есть. Включаю максимальную громкость. Вот она максималочка. Действительно два динамика. Звук идет отсюда и отсюда. Да, хорошо звучит. Очень звонкий динамик громкий. Еще одна композиция, еще более громкая. Очень громкий динамик. Очень мощный громкий динамик. Да, пожалуй, ребят, действительно звук здесь крутой. Здесь динамик мощнее, чем у большинства телефонов. Очень громкий, звонкий. Но, не знаю, вот прямо сказать, что прям вау, такого эффекта нет. Просто да, он громкий, звонкий. Как у многих тоже телефонов со стереозвуком именно. Выигрывает он у бюджетничков, у всех у которых монозвучание. И примерно на уровне с другими телефонами, у которых стерео. Может быть, чуть-чуть погромче. Процентов на 10-15. Но вот какой-то особой там настройки от JBL я не почувствовал на слух. Просто хороший качественный звук. Вот и все. Батарея. Батарея здесь ровно на 5000. Неплохой аккумулятор. Несъемный. Встроен прямо там в телефон. Но, чтобы его снять, придется полностью заднюю крышку разбирать, снимать. Это все делается в сервисе. Автономность средняя. То есть полтора дня в среднем можно с этим телефоном проходить. Но самое удивительное, что это не просто телефон, который заряжается по проводу, по очень быстрой зарядке. Но он также поддерживает беспроводную зарядку. А это уже большая редкость. Особенно для таких вот, ну, не сильно дорогих телефонов. Итак, кладем на беспроводную зарядку телефон. И идет зарядка. Беспровод. Да, я его сейчас заряжаю от Powerbank. Powerbank подключил к беспроводной зарядке. И телефон получает заряд по беспроводу. Конечно, это будет намного дольше, чем по проводу. Потому что беспроводная зарядка здесь слабее, чем проводная. Мощность такой беспроводной зарядки 15 ватт. По проводу 68 ватт. То есть в 4 раза мощнее по проводной зарядке его зарядить. Так что, ну, беспроводом пользоваться только там, когда вы никуда не торопитесь. Когда вы торопитесь, лучше пользоваться обычной проводной зарядкой. Вот таким получился этот телефон. Infinix Note 30 Pro. Из плюсов можно выделить просто великолепный комплект поставки. За это просто отдельный плюс. Могу поаплодировать. Потому что, ну, реально сейчас все экономят. А здесь просто офигенный комплект поставки. Все, что надо есть. Даже стекло положили. Пленку наклеили. И стекло еще в подарок. И наушники в подарок. И бампер. И быструю зарядку. Поддержка беспроводной зарядки. Тоже большая редкость для таких телефонов. Не ультрафлагманов. Дальше. Неплохие камеры. Основная и фронтальная камера хорошо фотоет. Нормально. Много памяти. Причем она еще и расширяемая. Можно поставить флешку. Есть два динамика. JBL. JBL. Звук. Хороший, громкий, очень качественный звук. Есть разъем для наушников. Можно поставить две сим-карты. Большой экран AMOLED на 120 Гц. Из минусов. Нет ширика. Нет хорошей стабилизации. В ночном режиме фотографии выходят немножко странноватые. В некоторых моментах все как будто замазано какой-то кисточкой. Нет вообще никакой резкости, детализации. Просто все замазано выходит. На некоторых... В некоторых... В некоторой части снимка. Также, что еще можно сказать, отнести к минусам? Ну, нет поддержки 5G. Но я не считаю это прям таким глобальным сейчас минусом. Ну да, сейчас вот все телефоны почти с 5G. Здесь 5G нет. Здесь 3G, 4G. Ну, в принципе, это тоже для нас еще не сильно актуально. Может быть, для каких-то стран, там, где уже этот 5G давно распространен, это да, это неудобно. А у нас еще 4G вообще в ходу, в полном ходу. Скорости хорошие, покрытие хорошее. Так что 4G интернет, я думаю, никто на него не жалуется сейчас. Всем хватает скорости. Так что, ребят, вот такие вот у меня мысли по поводу этого телефона. Ну, реальный такой получился внутри своей линейки, такой прям флагманец. Note 30 Pro. Pro-версия, реально Pro-версия. Тянет на прошку. Ну и цвет, конечно, необычный, красивый такой, интересный. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Чао.